здравствуйте в последнее время на нашем канале возникают все больше вопросов от зрителей с просьбы ответить на них видео наиболее интересные и требующие ответа мы будем разбирать и кстати так как материал в наших роликах различается по содержанию мы решили разделить их на рубрики такие как ответы на вопросы новости в мире газового оборудования и так далее в этом выпуске мы постараемся дать ответ на комментарии оставленный ситниковым кириллом по поводу напольных котлов с закрытой камерой сгорания большинство производителей не может реализовать закрытую камеру сгорания в напольных котлах ввиду конструктивных особенностей своей продукции ну или не хочет ведь для этого всегда можно сделать новую серию котлов и сделать их по кальке уже имеющихся аналогов правда понятное дело как и во многих не реализованных проектах все упирается финансовую составляющую и так вернемся к нашей теме кирилл если вопрос возник из-за отсутствия дымохода здесь существует два варианта развития событий первый это котлы закрытая камера сгорания и 2 это котлы с атмосферной горелкой и возможностью подключения дополнительных устройств для принудительного дымоудаления разберем первый вариант существуют котлы закрытой камеры сгорания с различными теплообменниками и с чугунными в том числе яркий пример тому котлы баксия со своей линейкой slim но они ограничены в мощности и производится лишь до 30 киловатт корейцы на вен в плане мощности своих закрытых камер зашли подальше серия джей до 35 киловатт а gst до 60 впрочем материал теплообменника у них другой а именно сталь другой вариант применение так называемых турбонасадок в этом случае диапазон мощности возрастает так например про терм имеет в своем арсенале модели клон пола и козы оснащенные чугунным теплообменником и возможностью подключения данных устройств вплоть до 50 киловатт как еще один пример российский производитель напольных котлов lemax с моделями вайс и лидер в чугуне позволяющим установку на них турбонасадок до тех же 50 киловатт мощностей что у словацких аналогов и премиум и клевер встали у которых в технических характеристиках производителя ограничена мощность для применения турбонасадок 40 киловаттами хотя не так давно на заводе lemax было произведено тестирование которое показало что использование систем принудительного дымоудаления рассчитанных на 40 киловаттный котел возможно и на 50 киловаттном главное требование котлы должны быть оснащены современным газовым клапаном типа новосит а возможность которого мы говорили в одном из прошлых выпусков ведь мало просто подключить турбину и и обязательно нужно связать с автоматикой котла также существует еще вариант принудительного дымоудаления котлов boxy slim свыше 30 киловатт но тема сложная и требует отдельного разъяснения об этом мы расскажем вам в одном из следующих видео ну и на этом все всем спасибо до свидания и еще все вопросы мы читаем но ввиду загруженности не имеем возможности ответить сразу будьте терпеливы